«Станем есть и пить, ибо завтра умрем» 1 Коринфянам 15 глава 32 стих Так говорят и живут все те, кто не верит в воскресение и жизнь после смерти. Но Библия провергает любую подобную философию жизни. Она со всей очевидностью утверждает, что жизнь продолжается и после смерти, и что понятия, связанные с вечностью, абсолютно реальны. Противоположность этому существуют человеческие теории, которые постоянно изменяются, даже если они имеют дело исключительно с этой жизнью. Человеческое знание является неполным и всегда будет таковым. Слово же Бога ясно говорит, что мертвые оживут. Всякий, кто отвергает законы Бога, должен прислушаться к своей совести, которая вполне определенно скажет ему, что со смертью ничего не кончается. Вот почему люди испытывают страх перед той неведомой землей, откуда не возвращался ни один путник. Человек боится встречи с Богом по всей его святости и праведности. Но какая польза от того, чтобы закрыть глаза и не видеть бездны, которой стремительно приближаешься и в которую вскоре упадешь? Подобно тому, как никто не спрашивал нашего желания или нашего соизволения. Когда мы были пробуждены к земной жизни, переход в другую жизнь, в вечность, также не определяется тем, что мы думаем, на что надеемся или чего желаем. Слово Бога определено говорит, что есть две двери, на небеса и в ад, вечную жизнь и вечное осуждение. Во время земной жизни мы решаем, через какую дверь мы войдем в вечность. Как только мы переступим порог, наша участь будет определена. Это показывает, как важно обратиться к Иисусу Христу прямо сейчас. Продолжение следует...